Всем привет! С вами Gameplan, выпуск 130. Первая игра называется Dungeon Explorer, то есть подземелье-исследователь. Новую игру нажмем давайте, и нам предлагает выбрать одну из тех миссий, которые мы уже играли, или вот последняя, в котором мы не играли. Начнем, собственно, с нее. Игра достаточно оригинальная, очень интересная и затягивает. Что нам необходимо делать? Нам с помощью вот такого джойстика необходимо ходить по этому вот подземелью и исследовать его, и искать выход дальше. А дальше по пути нам будут встречаться различные препятствия, различные скелеты, какие-то зомби, оборотни, которых нам необходимо будет убивать с помощью слайдов по экрану. Вот здесь вот, я думаю, какая-то ловушка, но давайте на нее наступим. Да-да, это оказалось именно ловушка, которую нужно еще будет придумать, как ее обойти. Вот, собственно, вот эти вот скелетики, которых нам необходимо вот так вот мочить. С них выпадает золото, которое нам необходимо собирать, неизвестно для чего. Собственно, дальше необходимо будет также поднимать другие предметы, типа камней и прочие чепухи. Цель найти выход из этого подземелья, то есть лестница. Вот тут вот опять, вы видите, у нас ловушка, я туда больше не хочу идти, чтобы не тратить свое здоровье понапрасну. Игра очень-очень интересная, что-то она мне напоминает. Кстати, вот на Денде была игра парк юрского периода, и там вот некоторые локации были вот наподобие этого, когда заходили в здание. Но есть игры и наподобие, я не помню, как они называются, но помню то, что я их давно-давно видел. Вот опять на нас напал скелет, нам нужно его вот так вот рубить, пока он нас не зарубил первый. Наверное, сейчас я лестницу уже тут не найду, тут нужно очень-очень долго ходить и исследовать. Эх, где этот? Вы видели же, там был какой-то вурдалак, который пропал. А вот он, давайте его зарубим и закончим обзор этой прикольной и классной игры. Собственно, бегайте по этим вот лабиринтам, мочите различных уродов и ищите выход. Вторая игра это Tower Defense под названием Empire Rush. Я в него достаточно надолго залип перед тем, как снимать обзор, для того, чтобы показать его вам полностью. Я прошел достаточно много миссий, сейчас вы это увидите. Вот, да, я прошел 7 миссий, чтобы вот именно в 8-й показать вам все башни одновременно, потому что в предыдущих были такие неопределенности, что были недоступны все башни. Ну, а теперь я могу вам продемонстрировать все. Вот такая вот мультяшная графика. Тут бывает, временами идет дождь, летают облачка. И, в общем, вот так вот. Давайте попробуем разместить наши башенки куда-нибудь. У нас есть стрелочная вот такая вот башня. И еще вот самое главное, чтобы построить, нужно два раза тапать. Вот так вот мы поставили лучников. Давайте поставим еще кого-нибудь. Например, вот этих вот защитников. Тут у нас сейчас выйдет два вот таких солдатика, которые будут оборонять нас. Мы можем устанавливать флажок, точку их сборки. Давайте вот так вот поставим, чтобы они стояли толпой и более эффективно сражались. Ну, давайте нажмем старт. И на нас пошла первая волна, соответственно. Нам необходимо продержаться три волны. Можно также еще регулировать скорость. Давайте покажу, что есть еще. Есть вот метеоритный дождь, который мы можем использовать. Вот так вот тапаем. И сыплются метеориты, которые уничтожают всех наших соперников. В данном уровне у нас всего две жизни. То есть мы можем пропустить только двух человек. А вот эта суперспособность дает нам вот такого героя на коне, который ездит и всех рубит. Он достаточно сильный и живучий. В общем, вот такой вот Tower Defense. Я повторюсь, он мне очень понравился. Я в него на очень-очень долго залип. И поэтому вот я вам всем его советую. Залипайте в этот Tower Defense и защищайте свою крепость. Третья игра. Раннер. Но не обычный раннер. А самый крутой раннер. Раннер про Чак Норриса. И давайте я вам расскажу предысторию. Чак Норрис очень сильно обиделся на всех людей. То, что они постоянно придумывают различные шутки над ним. И он вообще стал как бы мемом интернетовским. И поэтому он решил всем отомстить. И во время своего бега он всех рушит и выносит. Сейчас я вам покажу и расскажу, в чем заключается суть игры. Вот тут у него есть уровень эго, который нам нужно следить, чтобы он не кончался. Чтобы он не кончался, нам нужно вот таким образом выносить тачки. Также тут иногда бывают монетки, которые нужно собирать. А вот этих вот людишек он просто так вот выносит. И причем за то, что мы их выносим, нам дают зеленую энергию, благодаря которой мы сможем крушить машины. Нам ни в коем случае нельзя врезаться в машины, чтобы не тратить на это силы. Иначе мы не сможем пройти дальше. И вот нам постоянно нужно пополнять свои силы и следить за уровнем эго. И вот таким образом мы бежим. Машины желательно перепрыгивать. Вот так вот. Если мы не перепрыгнем или не используем на них эго, то у нас будет, короче, фейл. Вот сейчас вот я походу проиграю, потому что машины так мне и не встретились. И конец моего эго. Давайте посмотрим магазин. Что есть в магазине. В магазине мы можем улучшать различные его скиллы. Например, вот тут мы можем увеличить его уровень эго. Это стоит 400 долларов, но у нас всего 300. Тут вот я уже улучшил скорость, чтобы он бежал несколько быстрее. Но вот так вот, собственно. Дальше вот можно еще покупать динамит, ускорение и какие-то еще мини-игры. Ну давайте вот я последний раз попробую пробежаться. Все-таки это Чак Норрис. А Чака Норриса много не бывает. Все-таки вот мне интересно. Я один раз вот добежал до барьера, но в итоге все равно запоролся. Игра на самом деле очень-очень интересная. Респект авторам, которые придумали такой раннер. Еще, если что, я вам, может быть, покажу, что произойдет, если просто врезаться в машину. Он ее поднимет и выбросит. Вот такой вот суровый и сильный Чак Норрис. Так вот мы проходим, следим за эго, повторяюсь, и следим за зеленой вот этой вот полоской, чтобы она у нас не кончилась, ради того, чтобы мы могли снести машину и пополнить свою красную полосочку. Давай, Чак, беги быстрее. Хочу пройти дальше и установить свой личный рекорд ради наших зрителей. Вот так вот желательно, если у вас есть зеленая энергия, не пропускать машины, а их уничтожать, чтобы пополнять свое эго. Блин, я врезался, но вот зато вы теперь видели, что делает Чак, если врезается в машину. Он ее просто выносит. Но вот теперь я зато проиграл и закончу обзор этой игры. Следующая игра это продолжение игры 100 дверей. И тут у нас новые миссии, новые двери. Что нам необходимо делать? Естественно, первые задания элементарные. Нам необходимо было нажать на кнопку лифта. Во второй миссии нажать на две кнопки лифта одновременно. А вот дальше будут уже задания, которые потребуют некоторой для нас сообразительности, чтобы их пройти. Необходимо вот тут вот стрелять. Причем вот, естественно, вот в том порядке, который есть. Причем я хотел бы вот обратить ваше внимание на то, то что нам не видно, как летят стрелы, но это все фиксируется. Так что стреляем и даже не задумываемся об этом. Вот таким образом проходится миссия. Дальше нам необходимо будет трясти телефон. Вот тут, например, набрать номер телефона. Но давайте я не буду спойлерить. Я оставлю вам решение всех головоломок, чтобы вы сами подумали и прошли их. Последняя игра называется Panda Run HD. Это раннер, в котором нам необходимо играть за панду и бегать, соответственно, за нее. Здесь вот два режима игры. Выберем первый обычный и побегаем за эту вот маленькую пандочку. В принципе, раннер достаточно неплохой, интересный. Дальше будут меняться локации. Естественно, ускоряться будет его скорость. Но вот мне не понравилось, как вот он бегает со стороны в сторону при наклоне телефона. Как-то немного неудачная анимация. Вот так вот я немножко врезаюсь в какие-то булыжники, за счет которых у меня просто отнимаются очки. Это, конечно, радует. Но могли бы уж если копировать Temple Run, то копировать его полностью. И сделали бы хотя бы, что панда от кого-то убегает. В общем, вот такой вот прикольный раннер. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был 130-й выпуск Gameplan. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь. До свидания.